Поздравляю всех с новым влогом! Вот это Эмма происходит. Этот вайб, когда, значит, нашарашил себе бошку, уложил, накрасился и такой «ммм, буду ходить в халате». Это новогодние подарки от Жени мне. Как любительница различных фигурок и в особенности всяких вот таких вот психопатов, теперь у моей коллекционной фигурки Фредди Крюгера с женщины есть подружечка. Вот кому не хватало, значит, своего сквада. Именно из этой коллекции все остальные куклы. Хоррор Пидрушка раз и Пидрушка номер два. Идеально, просто идеально. Представим, что у меня есть коллекционные игрушки, соответственно, самих персонажей, там, огромного такого роста. Помните мою полку? Теперь они живут у меня в киношной. Острая коробка. Это категория полезных подарков для блога. Новый штатив. И просто вишенка на торте. Объектив! Причем он легкий. Сейчас есть более мобильный, небольшой, но он не позволяет мне делать большой угол обзора. И если вы вдруг видите ощущение вот этой широты в моем ролике, это Женин. Прекрасный и дорогой объектив, который невозможно с собой таскать, потому что он вот такой здоровый и тяжелый. Эта же малышка легкая, компактная и позволит мне снимать красивые кадры даже в путешествиях. Я поставила камеру на свое излюбленное место и поняла, что теперь мне нужно реально мыть столешницу. А еще в кадр попадает, что находится в раковине. Я поэтому раньше любила снимать на обсраты камеру, пиксели. Можно говорить, много лишней информации, но показывать еще сложнее. Ой, ребят, что сейчас будет? Сезон за окном обязывает, поэтому почему бы нам не сделать орехово-ирисный, по-моему, латте. Свежайший оруме. Я почитала несколько рецептов, кто-то просто добавляет ореховый сироп и достаточно, но там используется сливочное масло. И не просто его добавить, с их всех хрипотца даже вышло, а взять ароматные орешки, обжарить их на сливочном и сверху все это покрошить. Боже мой. Мои электрические щита ради одного блин латте. Пекан, сливочное масло и гвоздь рамы. Молоко, фундук, пекан. Погнали. Так же, как с тыквенно-пряным, добавляю немножко уже теперь мускатного ореха и корицы. Все делаем на глаз. Тот самый вкус карамели, то есть ириска, это сахар с маслом пережаренный. Добавляю коричневый сахар. Можно зажарку на будущее сделать, но я же на один прием хочу. Ну, как-то вот так вот. Это дефлопе, сейчас сжарим. Выглядит странно, но пахнет ванильно и сливочно. Заливаю немного кофе. Хорошенечко все это перемешиваю. Вливаю остаток кофе. Молоко можно взбить до пенки, но лучше всего чуть-чуть подогреть. Я заметила, что вот такое вот альтернативное молоко при большом тепловом воздействии теряет свой вкус. А смысл пить рисовую воду, если ты ее покупаешь из-за вкуса ореха. Кстати, это тоже факт, почему я перешла на американо. Взбитые сливки. Причем, когда я заказываю кофе на альтернативном молоке, я из тех чудаков, которые просят, а, добавьте мне сверху, пожалуйста, взбитые сливки. Типа, казалось бы, да, я не пью лактозу, нахрена ты валишь туда сливки, потому что я люблю банановое молоко. И если я пью это с жижу, с кучей сахара и всего, я ее пью. Сливки, причем кондитерские. Вы понимаете, да, я ничего не боюсь. У нас, кстати, получше сейчас кажется макушкой елочки. Это только для эстетики. Карамельный сироп сверху и соленая карамель. Вот таких вот гранул, как специя. О, боже мой, как всегда. Хочешь сделать что-то красивое, делаешь... Хорошая еда. Вот должна выглядеть вот так вот прям вот отвратительно. Да. Боже. Эстетика эстетикой, а на ужин сегодня пельмешки. Чаша для замеса. Жень. Можно оплатить? Ты что, балдел? Жень, ну хватит уже, ну пожалуйста. Жень, ну хватит, ну пожалуйста, ну чуть-чуть, сделай нормально. О, боже мой. Я переоделась во все грязное, потому что сейчас у меня будет не просто уборка дома, а самое основное мытье собакенов. Крис-крис-крис-крис. Да-да-да-да-да-да. Вот вы мои отличнички. Это какое-то невероятно. Они сегодня просто такие все бэйби. Ну, главный пусси-бой. Сыня. Начинаем развлечения. Как думаем. Давай-давай-давай-давай. Вытирайся, вытирайся, вытирайся. Банюша, смелее. Смелее. Еще шажочек. Давай, смелее. Банюша, заходим. Ты уже одними лапками там стоишь. Молодец. Молодец. Это она мокрая, самая мокрая девочка. О, господи. Она делает, как зюта. Обалдеть. Бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери. Что такое происходит-то? Ох! Ох! Что такое? Опа! О-о-о-о-о. Чешем-чешем-чешем-чешем-чешем-чешем жопу-чешем. Какой ужас. О, господи. Пока они тут уютно улеглись и сохнут. Добавлю романтики, зажгу им камин. Нормально доедает от Матильды, блин, куриную ножку. Жень, она прям супруга не стала здесь. Все, одежда вся на полу. Знаете, что-то стабильно. Раз, два, два, а вот и три. Пока ходило еще четыре появилось. Знаете, я все еще не могу привыкнуть к этому объективу. Просто это какой-то фишай. Один раз выпрямила волосы, и что это такое? Очень все компликейтед. Полная Абрил Лавинь. Это мой 2007-й. В то время я выглядела как картошка с очень странной подводкой. Вот это вот. Хочется вот так. Я вспомнила и решала надеть свою любимейшую подвеску от Бетси Джонсон. Син Куин. Длинная подвеска, да еще и с кулоном. Золотая и леопард. Розовый. Насколько это синова, я даже описать вам не могу. Когда я надела эту подвеску, я вспомнила, что от нее есть сэ. И одновременно, что раньше вообще была сама идея покупать какое-нибудь украшение на шею. Что подходили сережки, кольцо. Вот прям целый ансамбль. У меня тут висят эти серьги. Сейчас будет красота. Такая ностальгия, пипец. Я также вспомнила, что у меня есть браслет. А еще эта цепочка в стиле Шанель. Ну, пипец. Все эти украшения у меня всегда лежат. Но как-то меняются тренды. Идеи, как их носить и сочетать. Было как-то тупо и скучно носить вот эти ансамбли. Я не знаю, застали вы это или нет. Сколько вам лет? Это, кстати, напишите внизу в комментариях. Но для моего поколения это было достаточно удобно. Потому что в магазинах или висели вот эти сеты. Или ты мог себе позволить только одну бусину. Вообще, это время года у меня ассоциируется не только с украшениями. Особенно вот эти все блестящие. Комплекты, ансамбли. Но и покупка обязательно парфюм. Как только я повзрослела, ожидаемый подарок на Новый год стал не кукла Барби или Братс в коллекцию. Что на самом деле сейчас опять вернулось. Всем коллекционерам привет. Самым ожидаемым подарком стали парфюм, духи. И, естественно, перед Новым годом покупали какие-нибудь Шанель, Герлен, Диор. И в это время года, до или уже после праздника, я обязательно себе куплю какой-нибудь парфюм. Именно от классического, знаете, вот дома парфюма. Я обязательно куплю какой-то аромат, который был когда-то у моей мамы, у бабушки, который мне когда-то дарили. Новый год для меня это немножко про уютные воспоминания, про какие-то красочные моменты, немножко ностальгии. Это я к чему? У меня тут вот что куплено в этом году. В этом году это Герлен Роб Петит Нуар. Помните, как я однажды ездила в Париж на запуск тогда еще лаков и помад с ароматом этим? Вспомнила, у меня пошла вот эта ностальгия. Захотелось в Париж. И самое большое желание полететь в Париж, это заново купить ту самую банку чая от Герлен, у которого аромат Роб Петит. У меня вся прихожая завалена коробками. Тут для меня есть рассылки, плюс вещицы, подарки для друзей. Всю эту гору я разбирала в итоге несколько дней. Там и новая мебель для студии, куча онлайн заказов декора. Та самая свеча с ароматом ели. Все это я снесу в свою студию. Готовлю ролик, преображение. А тут у меня коробка с кормом для питомцев, потому что заказываем не всегда сразу и большой партией. Собак у нас 9, все разные. Кто-то взрослые, стерилизованные. Есть большие породы собак и также компактные. Здесь несколько видов корма, но все от Бул Вау. Кстати, про разные виды это очень важно. Мы когда-то давно кормили всех собак одним видом корма, среднего размера. И мелкие стали набирать. Прям отлично так поправились. Когда как для ризинов, чтобы было питательно и в меру, приходилось больше расходовать кормом. У нас собаки, как вы видели, ведут очень активный образ жизни, поэтому какие-то недоборы или переборы заметны сразу. Только не смотрите на Цилю. У него реально кость широкая. У Бул Вау есть 12 видов функциональных кормов. 4 из которых для кошек, для котят, с чувствительным пищеварением, стерилизованным и для взрослых кошек. И также 8 видов кормов для собак различных пород и возрастов. Главное в корме это его состав. Высококачественного животного белка тут до 83%. Это индейка, курица и ягненок. И плюсом контроль уровня сахара в крови. Так как состав построен на горохе и рисе, которые обладают низким гликемическим индексом. Это способствует профилактике диабета. Также в составе функциональные и полезные ингредиенты, такие как свекла, яблоко, тыква, черника и шпинат. Все для поддержания здоровой работы всех систем организма. Витамины и минералы тут в правильном сочетании и количестве. Рационы разрабатывались вместе с ветеринарными экспертами России и соответствуют стандартам качества. И нет ничего круче, чем удобный заказ онлайн и доставка на дом. На сайте Бол Вау обязательно воспользуйтесь моим промокодом Вау Кейт, который дает скидку до 25%. Не только нам, все самое вкусное. Поэтому переходите по ссылке внизу в описании, чтобы порадовать своих питомцев. Ты моя кранчисуса! Это было бы смешно, если бы не было такой проблемы. Любимые мои, я поняла, почему все шопятся на Wildberries. И я это поняла в процессе, когда с моей карты стало летать слишком много денег. Потому что у меня есть некий бюджет на каждый месяц, который я могу потратить на какие-то хотелки для дома, для себя. Ваза. Если они у меня дома, да. Если у меня зеленая, ноу. Насколько она полезна на 2 из 10? Функциональность. Второй балл я ей даю, потому что именно она мне нужна была для светодиодных веток и подходила по стилю. Вот они. Это очень симпатичные ветки, которые можно использовать для декора. И это все дело ставится вот в такую вот банку. Когда я была в Карелии. История не про Калининград. Буквально в каждом окне стоял вот этот светильник. Мне очень понравилась идея. Я решила, что на кухне будет здорово поставить на окошко. Кстати, напишите внизу в комментариях, когда вы разряжаете всю новогоднюю атмосферу. Во-первых, когда она вам начинает надоедать. И когда вы ее убираете. Однажды у нас искусственная елка на квартире простояла почти год. Но все это вокруг. Мне не хочется снимать, ну, хотя бы до февраля. Это нормально. Нашла ручную работу и свечи. Мне хочется верить, что на Wildberries реально продают какие-то классные вообще магазинчики. Настоящие ручную работу и вещи. Я сейчас сижу, просто нюхаю этот аромэ парафина. Хотя позиционирование было прям как лютое эко. Причем я купила два таких набора. Так что теперь у меня этих парафиновых свечек пойдет. Тут лежит самая банальная вещь, которой у меня никогда не было. Тот самый светильник-звезда. Еще для дома я купила такие симпатичные, минималистичные из натурального дерева подставки. И что самое главное, вот эти натуральные материалы всегда выглядят очень уютно, тепло. Хотя раньше я ненавидела теплого цвета дерева. Вот это оранжевое, мне казалось оно безвкусным цветом. Линолем, вот это... Сейчас я не против. Подставки для чая. Я попала на скам на Wildberries. Я видела магазинчик, который продает товары из Zara Home. Решила купить пару вот таких замечательных наволочек. Классные, симпатичные. Но когда я открыла вторую, злости моей не было предела. Офигенная наволочка, как будто из вощенной ткани, которая принимает форму. То есть прям здоровская. Она стоила полторы тысячи рублей. Но на ней остался оригинальный ценник, где гласит, что она стоила 599 рублей. То есть кто-то купил ее или какие-то склады с этим всем перепродаются в три дорога. Окей. А это уже хорошая покупка. У меня есть теперь замечательные подсвечники. В голове были сначала подсвечники, а потом под них искала, соответственно, вот эти свечи. Я переодела спортивную форму, потому что не могу выйти из состояния. Чуть-чуть что-то поделаю. Лягу, включу что-нибудь посмотреть. Сложью, кофеек попью и спать. Я решила. При условии, что я не могу себе даже придумать планы на 2024, я реально сегодня села за книжечку писать свои какие-то вот идеи, планы. Что я хочу сделать. Настолько пустая башка. Все даже страшно стало. Спорт обычно меня собирает в едино. Как-то концентрирует мои мысли. В целом, когда я начинаю чувствовать себя и вообще чувствовать себя хорошо, у меня появляется адекватная мотивация делать и выполнять какие-то планы. Сейчас вообще не хочется вставать с дивана. Хочется, но он стоп просто батонится. Я встаю, что я сейчас спать. Иду заниматься. С дивана я встала. Через час снова включу камеру. Вот мой результат. Физически разряжено, морально заряжено. Встану рано. Все, я готова начать этот год наконец-то с той ноги. И начну я это в 4.30 утра. Она проснулась с ней в 4. В 10 встала. Коллекционирую свои патчи от пащей. Кота в реальной жизни. Соберешь все 5 звезд и будет прочь на жепе. Смотрю на себя видеоискатели. Боже мой, 33 квадратных метра. Я тут самый персонаж. Мой лайфхак для глиняных масок, который работает идеально. Особенно в моем кабинете, где пипец как жарко. Маска высыхает еще раньше, чем она начинает действовать. Все сухое какое-то, Алян. Зима. А теперь высушим наш водный баланс. Американо. Вот опять, понимаете? На секунду появилась мотивация. Кайфанула, выдохнула. Какая замечательная погода. Можно просто посидеть и полюбоваться. Нет, собрались. Ощущение стресса, навязчивых идей. Чувство фума. Нагнетаем себя, чтобы двигаться. Потому что иначе я закисну вот в этом ресурсе. Шел второй год, я все еще заполняла этот блокнот. Идеи и планы, которые я реализовала, я их как раз таки отрываю, выкидываю. Но оставляю все, что связано с доходами, расходами. И да, цены очень полезно записывать. Потому что иначе потом происходит какой-то газлайтинг. Что ты потратил или слишком мало, или слишком много. Вот эта книжечка именно для этого. Есть у меня еще один полезный блокнот. В который в начале года я добавляю новой страницы. Вот так и начинается у нас год. С того, что я все свои планеры обновляю. Приятное начало года. Сценарий. Сценарий. Оставлю на память. Сценарий. Итог моей проделанной работы за этот код виден. Куча выполненных идей и сценариев лежат здесь. Корзинка, набитая моими выполненными планами за 2023. Пускай в этом году много чего хорошего я придумаю. Много чего у меня получится. И получу от этого удовольствие. Итог. Разобрала свои блокноты и планеры. Чувствую свежесть для нового года. Ну а это новое введение. Ребят, я очень давно хотела завести свою книгу рецептов. Тем более, что на этот год у меня такой прям четкий план учится хорошо делать выпечку. Я тут суммирую рецепты, которые у меня получаются. Как бы тупо не выглядело все вот это вот разрисовывать, записать. Но, ребят, каждый раз, чтобы испечь вот это печенье свое, я залезала под свой ролик, находила комментарий, который просто копировал по пунктам все мои действия с рецептом. И готовила. Решила, что так не может продолжаться, это вообще неудобно. Сюда записывать нелогично. Этот блокнот скоро станет пустым. Я его выкину. Поэтому завала книгу рецептов. Впереди, кстати, у меня есть планов. Фотографии пока здесь нет. Это насыпной пирог с мандаринами. Если кому-то интересно, вот такие вот штучки я распечатала благодаря вот такому вот принтеру. Делаешь фоточку. И тут сразу встроен принтер черно-белый. Можно все это дело использовать в конспектах. Все, мы с вами зафиксировали. Я в этом году ставлю вставки и обучение классно готовить выпечку. И это, возможно, было бы все, если не вот такой вот прекрасный, значит, блокнот ручной работы, который я также заказала с Валбересоса. Она любила заполнять свою жизнь какими-то непонятными активностями и записывать это все в книжечке. Тут ручную прошито все, но эстетический восторг у меня, конечно, от вот этого корешка. А еще тут есть брелок-закладка с сухоцветами, которые залиты в эпоксидке. Очень красиво. Тут у меня желание делать какое-то творчество, скраббукинг. И отдельный плюс, что это все можно хорошо затянуть вот таким вот веревочками на бантик. Чтобы все мои скраббукинговые идеи не высыпались и хорошенечко прижались, потому что реально, я подразумеваю, что она будет очень плотная эта книга. Просто посмотрите, как красиво падает свет. Спасибо, что вы есть, потому что я это проговорила и вспомнила. Мне нужно записать свой блокнот, который у меня постоянно есть. Я все забываю занести, когда и что, во сколько нужно, короче, принимать свои таблетки. Это ужасно, да? Но на самом деле это полезная тема, потому что определенные какие-то витамины не сочетаются с другими. В тиктоке мне попалось видео, как правильно и что с чем пить. Потому что некоторые сочетания нейтрализуют эффект предыдущих. И типа, в чем смысл их пить? Просто значит деньги в туалет. Вести записи это не значит быть старпером, который все уже забывает о маразм. Это значит, что всю жизнь ты был пофигистом, который ни хрена ничего не запоминал. Потому что авось пройдет, в интернете поищу, у кого-то спрошу. И в итоге охреневаешь. Почему тебе когда-то было хорошо, а сейчас плохо? Никакой опыт не накапливается. Просто вот все, знаете, разрозненное. Мы вышли с вами на новый уровень. Мы теперь ведем нашу статистику полезных советов. Знаете, вот эти вот реально секреты бабушки Агафьи. Открыл и смотришь. О, как работает ЖКТшечка. Есть побольше клетчатки, огурчики, наш все. Проблема растворилась. Это тот случай, когда не грех списать. В кабинете свежо открыто окно. Пропылесосен пол. Полная организация пространства. Вот реально с чистого листа ощущается все. И если вам мало моих блокнотов, я наконец-таки сделала список тех дел, которые не завершила. Или которые было бы здорово сделать, чтобы направить себя в правильное русло на целый год впереди. Я думаю, что мы можем с вами быть откровенными. Я могу признать те факты, что я иногда останавливаюсь в своих каких-то начинаниях. И, наверное, не потому, что я ленива. Я могу испытать большой стресс, что-то поставить на паузу. Где-то, наверное, с июня прошлого года я настолько залезла вот в эту ракушку, которая мне комфортна, мне интересна, потому что связана с блогингом, с работой, с тем, чтобы генерировать какие-то идеи, снимать что-то, вдохновляющее меня, делиться с вами эмоциями. И в целом строить такой коннект. То есть в этом деле, буквально, когда мне было лет 15, наверное, в этом деле я находила все, что мне нужно было. Мой голос, общение с людьми, поиск друзей, каких-то интересов. То есть в этом можно жить бесконечно. И, наверное, где-то вот с июня месяца я ушла в это как когда-то. Это было, знаете, единственное спасение тогда давно. И сейчас то же самое. Я не могу сказать, что это плохо. Это безумно хорошо. Просто в такие моменты я чувствую, что я совершенно... Ну, не то, чтобы я теряю что-то. Я ограничиваюсь и просто нахожусь в своей стерильной зоне. И где-то с июня месяца я вообще перестала заниматься всеми активностями в жизни, кроме того, чтобы снимать и находить в этом себя. Корейский остановила. С друзьями вообще почти не виделась. То есть это настолько было редко, что если раз в месяц, то это прям вау. Я с некоторыми людьми встречалась, они такие, Катя, где ты пропадала? Я такая, я работала. Ну, то есть понятно, что мой блогинг – это мое хобби в первую очередь. Просто моя психика сказала мне вот с июня месяца, что все, все. Я хочу снова сидеть в комнате, никуда не выходить, заниматься чем-то, чтобы поглотить полностью мой разум, общаться, доставлять людям удовольствие. Но меня не хватает на что-то большее. Вплоть до того, что реально я приостановила даже обучение корейским, потому что оно было связано с общением с человеком. Я не знаю, как это объяснить. И в тот момент было столько много стрессов извне, которые на меня повлияли, что я, знаете, такая, как вот заморозилась. Как вот, не знаю, реально, медуза Гаргона в тот момент на меня посмотрела, и я такая, все, все, у меня есть теперь мой рюкзачок, компьютер, камера, все, 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 с меня хватит. И это странно осознавать, но благодаря этому состоянию я действительно в этом году выполнила очень хорошее количество работы. Я стала что-то считать, думаю, вот, наверное, в этом году я мало роликов выпустила, такая, ой, ближайший такой год по количеству контента это был 2018, что вы представили, а? Я реально наконец-то ощутила себя блогером, каким я себя когда-то видела. Но при этом я думала, блин, в 2018 году я не так часто сидела за компьютером. И я пошла еще дальше. Думаю, ладно, хорошо. А вдруг, ну вот вдруг, еще и 2018 я тоже в какой-то мере переплюнула. Когда создаешь видосы, вы все это прекрасно знаете, на каждую минуту монтажа уходит определенное количество времени и работы. А что, если посчитать, сколько минут совокупно за 2018 год я произвела? И там вышло что-то порядка, там, 330 минут. То есть, в монтажных часах за компьютером, это овер до хрена. Я думаю, боже мой, 2018 год, мне точно не переплюнуть. 330 минут хрона. Я думаю, ладно, попробую посчитать, что за 23 я сделала. Складывая все минуты, которые я произвела, я сделала порядка, там, 450 минут хронометража, который делала вот этими руками. Конечно, нехорошо так, лимитировать свою жизнь и уходить только в какое-то дело и работу. Но благодаря моим понимающим друзьям и моему хобби, моему делу, которое я очень сильно люблю, у меня такая возможность была. Ты можешь вообще весь год быть молодцом, но при этом реально не заниматься своей социальной жизнью, но выполнить все 10 из 10. Жизнь настолько относительно всех факторов, что вот эти вот весы, это не просто две чаши, это 105-сотых всех, где-то, причем лежит говно, а где-то кусочек ватки. Там другая какая-то аналогия была, типа, да, вот это килограмм ватта, килограмм железа, но мы поняли, да? Еще одна цель на этот грядущий год, который я не записала в очередной свой сраненький блокнот, это совмещать адекватно свою социальную жизнь с тем, чтобы чувствовать, что ты молодец, что ты производительный и ты работаешь. Завести планер и почистить его сделано. План витаминов переписан. Следующий у нас план это починка вещей. Вот это я стремительно все откладывала в ящики с рукоделием. Мое любимое словосочетание с рукоделием. Здесь лежит куча вещей, которые требуют починки, пуговицы пришить. Вот такой вот замечательный клатч с Авито мне пришел, я облезла краска на нем, поэтому нужно немножко его подкрасить. Заяц из Людюре у меня не выжил, и у него наконец-таки от очередного падения отвалились нахрен два уха. Часы требуют починки, приклеить ресницу. Ну и на моей корзинке любимое зашить наконец-таки починить ручки, потому что уже скоро будет весна, буду ходить с моей любимой прекрасной корзинкой. Еще починю сейчас вот этот рюкзак любимый, который я когда-то привозила из Китая, отличного качества, но, к сожалению, из-за времени вот эта вот цветная плейка начинает отходить. Поправлю сама, будет все дальше, если хуже, отнесу уже, значит, в серьезный почин. И самое главное событие связанное с рукоделием это наконец-таки я сюда пересыплю пуговицы. Морально стало полегче жить, потому что все это накопленное, недоделанное, поломанное, стояло в углу моей комнаты, в огромной вот этой вот корзине. Год начинаем продуктивно, решаем все вот эти мелкие проблемы, которые накапливаются, когда-нибудь потом все, потом наступило. И сейчас, пока у меня остались силы, я буду соблюдать свой график, займусь спортом, потому что теперь, как и в обычном самом хорошем режиме, до декабря, когда все было нормально, я буду заниматься через день. И чтобы чувствовать себя хорошо, успевать вообще высыпаться, я должна это сделать, пока у меня есть энергия, чтобы в 9-10 вечера лечь спать. Вот так теперь уютно на кухне, деревом. Ну, а здесь у нас идеальная картина праздников, потому что, ребят, я захотела сделать оливье, но, к сожалению, мы, во-первых, его сожрали, все, из чего его нужно готовить, тоже было сожрано. Делаю импровизацию, заодно с удовольствием поготовлю. Тут я отварила морковку, кабаса вареной не было дома, но в заморозке нашла куриные бедрышки и сделала их на пару со специями. Вместо свежих огурцов добавлю маринованные, красный лук, классический горошек неизменно будет, 2 яйца, картоху мы все извели на пюре и салаты, дома остался батат. Вот-вот и начал бы пропадать. Как мы знаем, лучше всего я готовлю из тухляхи. Батат у нас очень мягкий. Это так у нас творчество, я очень люблю готовить, как вы заметили. Он, мне кажется, у меня этот батат очень хорошо размешается как раз-таки с рваной курицей. А батат я, кстати говоря, варила с розмарином. Отправляем батат. Куриное яйцо. Гениальное еще приспособление. Опа! Яйцо нарезала. Это чисто вот икра заморская баклажанная, только горошек. Подождите. Надеюсь, эта импровизация будет вкусной. Тут, по-моему, кориандр, карри. Очень ароматное получилось. Заправку еще можно придумать какую-нибудь горчичную, знаете, с дижонской вот эту вот. Отправляем все в нашу мисочку. Добавляем морковку. Разве жопы? Салат настолько сочный, что реально не надо добавлять ни масла, ни майонеза. Из-за того, что батат такой пюрешной основы, он, в принципе, все это и связал. Я, конечно, понимаю, что это все равно нагрузка для желудка, но он достаточно сочный. Можно его назвать без майонеза. Реально, п-п-оливье. На улице мороз, и снежок активно падает. Циля у нас батонница. И баня у нас тоже батонница. И я не знаю, какой я обожаю зажигать всякие благовония, свечки. Сразу появляется желание быть продуктивным. Она любила списки полезных дел. Я за сегодня записалась к врачу. Анализы все полезные. Ребята, здоровье превыше всего. И сегодня все утро также занималась тем, что структурировала различные папки, сканировала документы, все это раскладывала, так как занимаюсь тем, что собираю целых, наверное, ну, будем считать, три поездки. Легким движением пальцы отправляю в печать. У меня принтер просто по Wi-Fi работает, слушаю. А ты охренел? Слушайте, у меня только у одной проблемы с принтером, потому что мой постоянно забывает, что он печатать должен. Не забывай, бумаги же у нас полно. Пока у меня там чистится, настраивается принтер, я сделаю следующие пункты. Я как раз таки хочу найти какие-нибудь курсы онлайн по, соответственно, тому, как правильно варить кофе. То есть как быть персональной борисской. Мне это очень нравится. Но ездить я никуда не хочу. Я понимаю, что онлайн-курсы это все. Все. Потому что это заняло у меня буквально три секунды. Это еще раз доказывает, что желание это одно. И плюс записать эти желания и заставить их реализовать себя это совсем другой уровень. Сегодня начинаю первый урок The Best. Дело сделано. Долгий ящик с починками почти опустошен. Делала пробное покрытие вот этой серебряной акриловой краской. Изначально все вот так вот расслаивалось. С этой стороны я прошлась и вполне себе значит спокойно могу следующую сторону также поправить. Осталась парочка починок. Так как у меня половина дома покрытая из страз, у меня целый есть набор для таких вещей. Приклею стразину. Жемчужина моей стразовой коллекции с отломанным носом. И еще где-то здесь что-то отвалилось. Вы знаете, в чем замес. Мне надо сегодня опять что-то испечь. Сходила, принесла в своих рецептах ой, это так звучит, да, вот интересно. Я оставляю немного места, чтобы дописать какие-нибудь свои советы, опыт. Если этот пирог насыпной получится охрененным, то мы попали случайно с вами в параллельную вселенную. Достаю ящик гнилух. Это грустно. Мандарины. Лимоны. И подгнивающие апельсины. А теперь 700 грамм самого что ни на есть у любимого и делаем из этого начинку а-ля джем. Причем мандарины у нас вообще разных сортов все. Добавлю еще половинку лимона. 710 грамм. Нарезаем все и делаем начинку. Как я люблю эти мандарины. Это прям умеет не встать. Сейчас посмотрю, что у меня есть из прикольных специй, что хорошо будет сочетаться. Универсальная специя для десертов и кофе. Как всегда здесь корица, гвоздика, кардамон, ваниль. Короче говоря, классика. 100 грамм сахара. Я все это дело постараюсь прокарамелизировать, потому что выходит очень много влаги, что я подразумевала, произойдет как раз-таки в самой духовке. Здесь 300 грамм муки, 85 грамм сливочного масла, порезанного на кубики. Добавляю яйцо и все это руками перетираю. Соответственно, все это вот так вот переминается по рецепту. А моя начинка стоит буквально рядом с кучей цедры. Снимать и одновременно готовить это сложно, потому что у меня почти подгорели мои цитрусы. Отправила сюда разрыхлитель, чайную ложку, щепотку соли и 120 грамм сахара. Я сделала свое нововведение, добавила сюда немножко сливок. Мне нравится, как я такая не умею готовить сладкое, тем временем я. А добавляю сливки, это сделает нужную консистенцию. Короче, началось вот это, да, детская готовка на кухне, когда уехали родители из дома, и ты готовишь сосиску с кетчупом. Блин, уже можно жрать это. А это, кстати говоря, было в моем вишне с тем, и Олечка, моя подруга, подарила мне форму для выпекания. Ребят. Дальше по рецепту нужно половину теста высыпать на дно. Следующим слоем идет начинка, и сейчас я добавлю туда муку, чтобы остаток влаги сразу же впитался. Всю эту красоту выкладываем. Завершающая часть, оставшуюся половину, а в моем случае я решила треть оставить здесь теста, засыпаем третьим слоем. Духовку на 180 градусов 40 минут. И хвастаюсь еще своими подарками. А пока выпекается, я пойду в душ и накрашусь. Мне всегда кажется, что я слишком часто рассказываю все вот эти истории со своими уборками, чтобы вам поднять мотивацию. Все поняли, ты можешь убираться. Пока я здесь красилась, я поняла, что у меня половина косметики в новых тюбиках. Кисти надо помыть, косметичку отнести в стирку, она уже там, не знаю, плесенью покрылась. У меня сегодня опасный номер, бегудим. Сушила полчаса все свои волосы, чтобы потом они нормально слезли. У меня целая коробка новой косметики, и, соответственно, старую нужно разобрать. И здесь есть тот косметоз, который я безумно долго ждала. Он мне шел просто месяцами из Китая. Это флауер нос! Кстати, еще один момент, как можно определить, что я действительно снимала достаточное количество контента. Косметоз, который я покупала в Корее, он у меня уже почти вот просто вот на капельке остался. Это значит, что я так часто красилась, генерировала контент. Здесь хранится просто невероятно красивая коллекция флауер нос. Начну с банального, чтобы вообще понять, что это такое, кто не знает. Здесь у меня коллекция юникорн. Вот такие вот очень красивые упаковки. Меня реально удивляет, как некоторые думают, что флауер нос это дико дорогая косметика. На самом деле, ее можно купить на Алике. О, боже мой! Вот чем мы сегодня будем краситься. Какая невероятная красота! Эту палетку я заказывала с Озона, потому что она там была самая дешевая. У нее такие повседневные красивые цвета. Из этой же коллекции Рококо я заказала палетку Макарун. Она с разноцветными всякими такими оттенками, голубыми, розоватыми. Но ее я заказала с Алиэкспресс, потому что там она была дешевле, чем на всех маркетплейсах. Так что не думайте, что где-то есть подделки. Самое дорогое в косметике, как бы это тупо не звучало, это упаковка. По упаковке всегда можно сказать, потому что если ее делают хорошо, значит ее делают на изначальном заводе. Пакет для упаковок и просроченной косметики. Отправляем все сюда. Такими румянами надо предложение делать. Причем, это коллекция 5 оттенков, и я заказала все. Остальные доходят. Тут, по-моему, еще одна где-то должна быть. И 3 минус Алика. И вот такие вот вкусные ягодные румяна. Я хочу краситься этой косметикой и уже гнать по всем этим соборам и усадьбам, которые у нас есть в Москве. У них есть разные тематики, но больше всего, конечно же, мне понравилось рококо. Ребят, это велиетовая помада. Мягкая. Вообще, вся азиатская косметика, она очень приятно ощущается. Даже каких-то простых формул, китайская, дешевая, прям вот научились делать так, что прям вот... Это не то, что было раньше. Серьезно. Про корейское я вообще молчу. Там кто-то пукнул в баночку, это лучшее средство. Вот реально. И еще у меня с коллекцией Marmaid есть что-то. Оно так долго все шло, что я забыла, что заказывала. Так, у меня истерика. О, боже мой. Какая-то чайная роза. Боже мой, это пахнет яблочком. Ребят, это рассыпчатая пудра. У меня нет слов. Это пудра, которая выполнена как карусель в парке или в цирке. Пудра вверх полетела, мелко дисперсная. Короче говоря, она еще железная, эта банка. Я очень люблю смотреть всякие подборки косметики. У какой-нибудь Дита Фон Тис есть целая коллекция пуховок, это все люблю. Просто, знаете, вот покрестить. Ой, боже мой, чувствую себя бутефол. Хочется уже рпать эту всю паковку. У меня настолько честная реакция, шок от красоты, что мне даже нечего сказать. Это очень красиво, нихрена не функционально. Я знаю, что вот такая косметика намного удобнее в косметичке, ее легче отмыть, не жалко выкинуть. Но вот такого так редко стало появляться, что действительно эффект. Я так люблю такие вот жидкие, гелевые помады. И последняя вещь. Я даже не знаю, что это за коллекция. Это румяна, которые выглядят как фарфоровая игрушка. И я хотела именно красные, потому что мне очень нравится такого оттенка румяна в любом вообще цвете волос. Здесь у меня, кстати, лежат от Kate Von D. В моем бардаке здесь просто невозможно найти ни одну кисточку, слыша ваши крики. У нее очень легкий пигмент. У Kate Von D вообще невозможно. То есть чуть-чуть дотронулся, все, красное пятно. Хотя все говорят, что косметика должна быть дико пигментированной, значит она дорогая, на самом деле нет. Это пипец как удобно. Вот так вот можно сделать, вот так вот и чуть-чуть освежил. Она любила румяна и говорить. Консилер закончился. Офигенная тоналка закончилась. Эта тушь с Валберес полное говно. Паза здесь уже пустая. За окном уже стемнело. Я наконец-таки разобрала всю свою старую косметику на выброс. Очень много всяких высохших подводок. Все просто высосано до дна. Но тут у меня прекрасный парк новой косметики. В основном это тоналки, которые закончились. Коричневая новая тушь. Палетка идеальных для меня сейчас теней. Успела ее уже опробовать, так как закупилась коралловыми всякими тенями, блесками, румяными. Сейчас мне это очень сильно идет. Я такой, знаете, весенний вайб. Романтики, пастельных цветов уже пошел. А тут у меня флаурноус. А маркер для бровей и, соответственно, карандаш я достала из своих накоплений. Потому что вот там у меня есть коробка теперь со всеми любимыми продуктами, которые покупаю в Прокрессе, куда-то путешествую. Кисти и спонжики я сегодня буду мыть, отмывать, потому что прыщами вся уже покрылась, не знаю, от сахара или от грязных кистей. И так как у меня есть помимо новой косметики архив старый, я его тоже посмотрела. Может быть, что-то полезное найду, чем буду сейчас пользоваться. Я нашла там те самые помады от Guerlain с ароматом Rope Petite Noir. Достану их, буду пользоваться. Сколько было вопросов, что же хранить в этой шкатулке. В итоге, пока здесь поселились мои патчи от прыщей. И еще в такой булочке я храню теперь свои ресницы. Выглядит отвратительно, но куда лучше, чем по дому это все валяется, потому что я такой пугаюсь, думаю, что это таракан. И такая у меня шкатулка есть. Когда ресницы эту переполнят, полезут они и сюда. Я уже на весеннем хочу носить такие освежающие оттенки. Блеск. Я последний, наверное, год люблю коричневую тушь, при этом только водостойка может удержать волну на моих ресницах. Настолько они непослушные. И только корейская тушь быстро не засыхает, хорошо ее можно носить и не осыпается. Мои запасы для бровей и карандаш также из запасов. Там, где выкинуто, туда все и кладу. Все. А такую косметику даже грех убирать, поэтому немножко постоит у меня на туалетном столике. Я поиграла с новым макияжем и также с волосами, потому что еще какое-то вдохновение, новый некий образ. Что мы думаем о такой прическе а-ля конец нулевых, когда, знаете, здесь уложены волосы, а тут вот прям мочалочка. Здесь так аккуратненько, а тут такая грива. Наношу помаду. Короче, прям на зубы. Такая, да? Интересно, что-то новенькое. Ну и помимо поиска чего-то нового вернулась старая. Я накрасила нижние ресницы. Могу сказать с уверенностью, что на этот год у меня план максимально постичь всякие укладки, все, что касается волос, и чтобы это долго держалось. Может быть, это и есть мой новый образ. Пудель стайл немножко 80-е. Пишите в комментариях. Пробуем дальше это как-то перфекционизировать или нахрен забиваем на эту укладку. Ну а тут у меня лютый беспорядок, а точнее корзина с подчиненными вещами. Представляете, пока, значит, зашивала все пуговицы, нахрен все оторвались от рубашки с валберс. Поэтому сидела, пересывала, и она здесь. Надо будет разобрать эту стопку вещей. А также тут все обновки на грядущий сезон. Новый рюкзак для путешествий. У меня был такой же белый от Анеллы, и он совсем весь порвался. Куча полезных всяких белых водолазок, серых. Новый год, новая чистая свежая база. Наконец, мандариновый насыпной пирог остыл. Можно его попробовать. Пробую. Начинка получилась что-то между вареньем и цукатами. То есть она вроде бы тверда, но тянется, как некий мармелад. рецепт топ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok